Привет всем красавицам и зрительницам! Хочу для вас сегодня раскрыть тему натуральной косметики. Я периодически затрагивала эту тему в каких-то комментариях, общаясь с вами под видео, но вот в этом видео решила все-таки раскрыть эту тему, чтобы объяснить вам мое отношение к косметическим покупкам, выбирая что-то более натуральное, чем что-то более химическое. Такой сейчас тренд, вы знаете, это сейчас модно, и это сейчас, скорее всего, даже дороже купить какую-то натуральную косметику, чем какую-то обычную типа масс-маркет, где мало кто заморачивается по вопросу того, насколько много содержания органики в этой косметике или еще чего-то. И, как правило, мои комментарии были направлены в сторону того, что наша покупательская способность натурального – это насмешка над самим понятием натуральности. И я попробую вам объяснить, что я имею в виду. Натурально стареть, если уж на то пошло. И то, что мы пытаемся эту старость, как старение, процесс старения как-то отодвинуть, процесс увядания кожи, это уже не натурально. Поэтому ваша попытка покупать натуральные кремы, чтобы в итоге иметь ненатуральный эффект, ничего натурального не имеет. Кроме того, меня как консультанту по слингоношению и по грудному вскармливанию всегда удивляет то, насколько сильно женщина стремится покупать разные кремы или шампуни натурального содержания состава, и в то же время кормить своего ребенка смесью, рожать его путем кесарево сечения и делать все, что угодно, лишь бы меньше носить его на себе и делать с первых месяцев ребенка самостоятельным. Поэтому, если мы говорим про косметику и попытки сделать себя моложе, то ничего общего с натуральностью это не имеет. Натурально – это отсутствие косметики. Натурально – это жить так, как природой заложено. Натурально – это не покупать что-то, где написано, что это натуральное. Натурально – это ухаживать за своим телом в той степени, в которой вы чувствуете. Если вам хочется побаловать себя кремиком, то поверьте все равно, насколько он натуральный. Будет он лучше для вашей кожи или нет – абсолютно не факт, что натурально – это лучше, чем ненатурально. Ничего нет натурального в том, что вы мажете чем-то своей кожей. Вот поверьте, природой не заложено в том, что мы чем-то будем кожу мазать. Поэтому вот такое пристальное внимание к составу косметики меня всегда вводит в такое умиление. О, да, это так важно, чтобы там не было лаурилсульфата. Ой, да, это так важно, чтобы там был экстракт ромашки. Это ведь так уже много натурального дает этому шампуню. На самом деле стремление к натуральности заключается абсолютно в другом. Вы хотите жить натурально, существует эко-поселение, в котором действительно люди живут натурально. Они сами строят себе дома, они сами живут в этих домах. Они правда не нуждаются в какой-то уходовой или декоративной косметике, сделанной из чего-то натурального. Если они и для себя, для себя любимого что-то хотят, какую-то косметику, уход, для того, чтобы какие-то получить приятные ощущения, уход за собой, как психологический эффект. Вот тогда они могут придумать для себя какую-то натуральную косметику и делать какие-либо маски из того, что растет на огороде и так далее. Вот это действительно натурально. А то, что мы покупаем маску из экстрактов того, что у кого-то растет на огороде, то ничего натурального это за собой не влечет. Поэтому, покупая натуральную косметику, я не считаю, что я делаю вклад в какую-нибудь натурализацию нашего мира или же хороший пример подаю своим детям, абсолютно нет. Я считаю, что всю ту косметику, которую мы можем купить, уже имеет под собой ненатуральную основу. Такие были мои размышления на эту тему. Надеюсь, они в чем-то близки с вашими размышлениями или наоборот противоречат вашим. В любом случае, расскажите, что вы думаете про натуральную косметику. Мне будет очень интересно почитать ваше мнение. А еще я надеюсь на то, что мое видео дало кому-нибудь толчок думать немножко по-другому о том, что происходит в нашем мире, о том, что же такое на самом деле является натуральным.